говорю, а такое небо было, голубой такой цвет красивый был, и ни одного облачка. И я ему говорю, такое чистое, ясное небо, даже облачка нет. Он говорит, но ты не видишь то, что происходит в Поднебесье. И он начал говорить. И я открытыми глазами видела эту битву ангелов с демонами. Это вообще нечто. Я плакала, смотрела, у меня сердце замирало. И понимание тут же приходит, о том, что вот эти наши молитвы, ходатайственные, воинствующие молитвы, которыми мы молимся, вообще мы партнёры с этими ангелами. Он показал такую битву. Я говорю, Господи, дай ещё больше нам силы для того, чтобы мы могли продолжить сражение. И пришла песня. Помните такую песню, Александр Александрович? «По небесе войну ведём. Каждый город и каждый дом мы пленяем в послушании Христу». Она просто внутри у меня зазвучала. Да, так что вот такие дела. Ну, а дальше я записывала. Он сказал, возьми ручку и записывай. Я записывала. Там страниц 7 или 8 тетрадных записала. Это отдельно. Я хочу, вот девчонки там мне дарят, компьютер мой сломался. Я отпечатаю, я как-то или по почте, или как-то, в общем, перешлю. Я зачитывала девочкам. Вот как-то. Ага. Ну да, были бы, ну, очень рады тогда послушать, потому что в уединении как раз это с Господом, перед Господом. И тем более, когда картина таки открывается. Открытыми, да, открытыми глазами я видела. Я не закрывала глаза. Эта картина, вот когда вот открытое видение, просто открылось передо мной. И он говорит, и я, вот то, что он говорит, я это вижу. Это вообще бомба. Вот. Это что я еще хотела сказать? Главное, как теперь переслать? Мне надо будет почту. Ну, это уже, главное, технические такие моменты. Вот так вот. Ну да, через почту или, может быть, наговорить даже. Посмотреть. А, тоже, да, тоже можно. Угу, да, 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 точно, точно. Ну да, но супер. Аллилуйя. Вроде бы вещи, извините, вроде бы вещи говорил, которые знаем. Но как-то по-новому оно звучало в этот момент. Вот, как-то, как-то так это открывалось. Вот девчонкам читала, не знаю, что они испытывали, как бы. Ну, правда, касалось сердец, я думаю, вообще. Аллилуйя. Ну, аллилуйя. Ну, может быть, кто-то поделится. Может быть, что-то запало, потому что, ну, почему бы и не поговорить, не помолиться за это. Да. Да. Да не то, что я помолилась. Я помолилась. Да, ну, напоминание снова. Бог учит нас благодарить за все. Вот он говорит, встали, открыли глаза, спасибо. Можем ходить, спасибо. В туалет сходили, спасибо. То есть во всем видеть его и за все его благодарить. Вот буквально, ну, за еду, за воду, за одежду, за пищу. Вот за те мелочи, за которыми, ну, нас никогда раньше никто не учил благодарить. А сейчас кусок хлеба есть, вода есть, продукты есть, деньги есть. Мы, да, мы не на костылях. Мы, слава Богу, ходим, мы молимся. Вот за все. Вот буквально за каждую. Во всем видеть Бога. Он и раньше об этом говорил, но у нас как-то все затирается. И вот это состояние поклонника, вот это поклонника с утра до вечера. Вот за каждую там посуду помыл, спасибо. В магазин съездил на велосипеде, спасибо. Вот за все спасибо, за все благодарить. Вот это напоминание очень потрясающее, важное. Да, я когда пережила, вот в постели, помню, лежала, болела три года там, я особенно стала ощущать, и сейчас даже, когда просишь, Господь, помой посуду, потому что мне порой подняться тяжело. И я себя вдруг обнаруживаю, я встаю и мою посуду. Как? Я оказалась здесь, и я говорю, это ты, это не я, это ты, Господь. То есть, вот правда, быть всегда благодарным, это всегда сидеть на победоносном коне. Потому что хвала и поклонение, благодарение, ну, это тоже есть своеобразная битва с врагом. Ну да, аминь, аллилуйя. Не знаете, еще раз я скажу, вот Господь нас, когда мы начинаем молиться, соединяемся, у нас, как правило, молитва начинается с поклонения, либо в начале, либо в конце. Поклонение, благодарение, это просто, как бы, не обязательная, можем так сказать, часть служения. Аминь. Ну, в начале, как бы, хвала, поклонение, а в конце, там, благодарение за то, что Он направляет в молитве, и когда Дух Святой, вообще, мы понимаем, что на эти молитвы уже есть ответы, потому что Бог инициатор этих молитв. Тоня, что ты хотела, ты сказать, Тонечка? Ага, ну, во-первых, Наташа, тогда, когда ты сказала, помнишь, вот, поклонение прошло, ну, в начале служения, Наташа прям увидела, как эти темные тучи, которые над нами где-то, они разошлись. Наши молитвы стали другими, к Богу приходить. Это у меня очень сильно запало в душу, когда ты его увидела, вот это всё, Наташа. Ну, у меня был сон, я не знаю, его рассказывать или нет, он пророческий явно. Конечно, надо. После того, как вот так вот произошло, я вечером ложусь и говорю, «Господь, дух мой не спит, я отдаю его в твои руки, и пусть он молится. Если это необходимо для Царствия Божия, веди меня в этой молитве или на спать». Проснулась я в три часа, проснулась от того, что мне был сон такой, я попробую что-то, а, ладно, читать где-то далеко. В общем, где-то наш дом, моя квартира из нескольких комнат, и в ней лежит маленький ребёнок, причём это приёмный ребёнок, и он спокойно лежит в чистой маленькой ясельке в кроватке и спит. Приходят какие-то гости, и типа из этого, проверить своего, из этого детского дома, где он был, мы его взяли как на воспитание, пришли как бы его проверить, как он себя чувствует. А я поднимаю этого мальчика, я знаю, что это мальчик, и поднимаю его, а он, знаете, без памперсов, ну, трусики, трусики немножечко мокрые, описался. Причаст тебя, мой родной, мы помоем, ты у нас чистенький будешь, аккуратненький, и отдадим, ну, люди пообщаются, поговорят с тобой, твои, мол, эти. И я раздумаю, как их, чем покормить, этих гостей, понимаете, пришли гости, а у меня материнское сердце моё, чем бы их покормить. И я готовлю, типа, им столик, где-то они там в другой комнате кушают, ну, с этим ребёнком общаются и кушают, а со мной всё время какая-то личность, понимаете, какой-то мужчина во всём светлом, прекрасный, и я у него с правой стороны, а у меня он с левой, понимаете, высокий такой, я сначала думала про одно, потом оказалось нет. Это какая-то личность, и мне всё время хочется прям голову преклонить к нему, но чего-то мне это не даёт. Потом стучится снова, и входят к нам же в гости, я знаю, что я здесь не одна живу, ко мне в гости приходят, приходят люди старшего возраста, и в военной одежде, старая военная одежда, и вся в орденах, седые, бабушки, дедушки, видно, что они уже в возрастном, возрастные такие. Но они в этих, знаете, раньше, ну, на войне показывали эти, им на стёрке, всё, и они все в орденах. Понимаете, на них со всех сторон ордена, их несколько человек, и они с какими-то детьми. Дети чуть постарше нашего младенца этого, но дети все калеки. Калеки. В каком смысле? У детей у одних пальчиков нет, я вижу, забинтованных, у других ножки там забинтованные, они все какие-то израненные. Понимаете? И они каждого этого ребёнка как бы за ручку привели, и они тоже пришли посмотреть, как чувствует себя ихний этот малыш. Они все где-то с одного, не то детдом, не то что-то такое. Понимаете? Я приглашаю их, пожалуйста, приходите, заходите. И тоже думаю, надо же их как-то покормить. Та группа отдельно, а эта отдельно. А я потом захожу, тех-то я уже вроде немного подкормила чем-то. А потом захожу, говорю, а давайте-ка мы соединим два этих стола, круглых стола, давайте все вместе, и та компания, и эта компания. Я соединяю, и они не против, чтобы пища досталась всем, понимаете? Хоть немножечко, но подкормиться. А потом выхожу и думаю, а чем же мне их кормить? И выхожу в гостиную, а там лежат на круглом столе, на столе куски большие, отрезанные, не сломленные, а просто отрезанные от больших пирогов. И очень вкусные, сорта три пирога, очень вкусные, прям большие куски. Я говорю, о, вот и есть чем покормить наших гостей. Чай и пироги вкусные. И я знаю, что это кто-то принес эти пироги, понимаете? Я говорю, ну вот слава Господу, благодарю Господа, что это будет чаепитие, что мы вот вместе соединим эти столы, и будет, ну, поддержать этих людей физически. Вот. И я начинаю резать эти кусочки рядом с этим. Вот эта личность со мной всё время, я с ним общаюсь, понимаете? Я режу эти кусочки, и на первое у меня оказывается не пирог, а какой-то воздушный торт. Этот торт просто изумительный, он не целый. Его тоже кусок, очень высокий, и он какой-то такой, ну, таких не делают на земле, вот честно скажу вам. Он какой-то такой воздушный весь. И я начинаю его резать, а из него, изнутри, как бы выходят по краям огоньки, огонь, понимаете? Вот когда, бывает, готовят, сковородки жарят, и как китайцы, или кто, сверху огонь. И здесь я знаю, что этот огонь, он хороший, специальный для этого торта, что это не вредно, но его же всё равно, вот как там на сковородках гасят, прежде чем подать на стол. И здесь я его один гашу и начинаю резать, а он рядом прям выходит изнутри, из этого торта, ещё огонёк, понимаете? Огонь прям выходит. Я опять его гашу и режу подавать. А потом думаю, и самое интересное, вы знаете, я среди ночи проснулась и села на кровати. Я продолжаю думать, как же мне их накормить. Я продолжаю, как вам объяснить, но я продолжаю в этом сне жить. И я уже, моя голова думает, а зачем я мучаюсь, как я буду кормить этих детей? Я позвала этих седовласых людей, ну, я не знаю, кто они, и говорю, вот, прекрасный торт, всем, ну, пища, берите каждый, кому сколько потребно, и каждого этого ребёнка вы прекрасно сможете сами накормить. И как бы я им доверяю покормить тех детей, с которыми они пришли. Понимаете? И они каждый ложат себе... Это я уже думаю, я даже в кухню пошла и продолжала думать, как я их буду кормить. Понимаете? Как я им... Ну, как бы задание им даю, что берите каждый, и каждый по одному ребёнку, и как раз все будут... Я довольна тем, что абсолютно все будут накормлены, все сыты, не переели, но все наелись. И я какая-то уставшая, конечно, и мне так хочется отдохнуть. И с этим вот личностью, с этой... Ну, я помню желание, что мне очень хотелось голову прислонить, и почему-то я не решилась. Но захожу в другую комнату с этой личностью и подхожу к окну, открываю штору у окна, и там как бы на этом... Цветы какие-то, не цветы, а какие-то растения, зелень, не то в горшочках, не то что-то на окне. И я открываю штору, и оттуда... Вот раньше я говорила, ароматы неба нет, оттуда какой-то озон, какой-то воздух животворящий. Понимаете? Я открыла эту штору и говорю, посмотри, как здорово вот рядом этому человеку. Как здорово! Какой здесь изумительный воздух, аромат. Озон этот, как он дает снова силы. И все. И на этом я, как говорится, мой сон наяву закончился. Это практически было уже... Не то я сидела на кровати, не то я уже в кухне сидела сама даже с трех часов. Вот это весь сон. А Антонина, а ты сказала, пророческий сон, что ты получила? Как? Ну, это явно, что будут приходить те, которым нужна помощь, и которые эту помощь в нашем доме будут давать. Я буду передавать ее через... Ну, вот эта личность мне будет помогать. И эта помощь, потому что этого торта не было. Принесли пирог кто-то, а он появился, понимаете? Пища, божья пища будет даваться в этом доме, раздаваться. И причем я буду, как этот, знаете, как Наташа когда-то говорила, распределитель... Нет, как оно называется, Наташа? Я буду просто говорить и посылать... Распределитель, Толя, распорядитель. Распорядитель, да. Распорядитель и эту пищу они будут сами давать своим детям. Они приходить будут за помощью, да. Но направлять в нужное русло и как бы давать эти кусочки божьего пирога, я им самим буду просто направлять и показывать, где их взять, давать, и они будут сами дальше продолжать идти. Вот я понимаю, это так. Ага. Ну, супер. Слава Богу за этот сон. И такие ассоциации идут. Вот посмотрите. На сегодняшний день с одной стороны мы можем посмотреть, да, вот эти бабушки, дедушки, да, в гимнастерках с орденами. С одной стороны идет вот именно такое, как сказать, соединение поколений, да. Да, да. Да, и вот Их неиспользованный их неиспользованный потенциал, он будет, вот как мы молились в наших детях. Аминь, аминь. Вот, да. И это возможно, это вот сделать только, ну, вот как вместе. Это даже, вот как мы, помните, говорили, что характеристики последнего пробуждения, она будет как раз именно в соединении поколений. Сердца отцов развернутся к детям. Слава Богу. А с другой стороны, это вот как параллельно, вот просто вот так слушал, ведь там дети были изранены, ущербны, да, вот именно вот такой момент. И вот даже вот сейчас идет война, да, и тоже можно такую прям, ну, параллель провести, что много вот как раз раненых, изуродованных, без ног, без рук, вот именно солдатиков, молодых, кстати. И помните, мы с вами говорили о том, что если Бог позволил вот как раз после Второй мировой войны такую волну исцеления, чудес поднять, потому что ведь вопрос, вот мы мы как бы читали, ну, там, Божьи генералы, другие книги читали, и как бы всегда именно не то, что удивлялись, а ну, хотели, ревновали о том, чтобы стать вот именно такими людьми, через которых Бог вот действует. И это нормальные вещи, тогда, когда, ну, используются его силы, тем более, он не просто же ведь нам для какой-то, ну, дразнилки, так скажем, оставил такие слова, когда сказал, дела, которые я творю, вы больше всех сотворите. И вот как раз вот именно после Второй мировой войны, вот именно люди Божьи, вот они заметили, вот именно волна такая мировая по всему миру пошла, именно в том, чтобы исцелять вот таких больных, поэтому мы вот услышали такие имена, как Смита Вигельсерта и других, которые воскрешали и ноги росли, когда, допустим, читаешь о нем, что он там к одному пастору пришел, ну-ка, пошли покупать ботинки, а у того протезы, он говорит, что ты смеешься надо мной, что ли, кто-то читал, может быть, эту биографию, и в конечном итоге тут со слезами, как будто Смит Вигельс издевается над ним, купили ботинки, он говорит, давай мерь, засовывает в протезы, там, в эту культюшку или культушку, и у него раз ноги вырастают, и как глазницы появлялись, и как многое другое, и вот сейчас, помните, мы с вами тоже молились и говорили об этом, я просто верю, что вот как раз вот именно началось вот это время войн, когда услышите о военных слухах, и вот именно как раз мы перед вот этим большим последним пробуждением, которое уже и капли есть, и пахнет это все, и мы это увидим тоже в новой силе, помните, я делился Джон Стюарт как раз книгу такую написал, вот он как раз говорил об этих великих вот именно волнах исцеления, вот он как раз говорил, это мы про Смита Вигельзер, это Орла Робертса, там, там, кто там еще, там, Ренхард Бонки, там, Билли Грэм, другие, мы о них услышали, потому что о них написаны книги были, а он поднял исторические факты, что было сотни просто команд исцеления по всему миру, которые двигались и делали такие же исцеления, чудеса, просто о них они написаны, и вот то, что Господь в этом сне реально доверяет вот таких детей, и то есть у меня вот так тоже мысли приходят, значит, вот в этом соединении, то, что Антонина вот непосредственно они вот к тебе пришли как главный герой, да, в этом сне, и было все достаточно, Божье обеспечение было, и правильная такая организация, как Иисус Христос, вот помните, он когда хлеб умножился, и рыбки умножились, и там в одном из Евангелий написано, что он сделал такой порядок, рассадил их, помните, по 50 человек, то есть был определенный такой порядок, который он сделал для того, чтобы удобнее было служить, поэтому порядок он тоже вот именно от Бога, когда вот сама не просто какая-то система, а именно вот когда есть чем накормить, потому что часто бывает больше какого-то порядка, а вот именно самой пищи нет, вот этого чуда нет, самой сути вот непосредственно ну как бы нет, и я помню тоже, когда учился в школе пророческой там в Украине, там мне руководитель это тоже пророчествовало о том, что я, говорит, вижу детей, и, говорит, эти дети, они, говорит, как как бы сказать, такие дети рахиты, не не с недоеданием, там, у них несвариваемость желудка для получения вот непосредственной пищи, а у нас же духовно как бы вот слово Божьего, и в конечном итоге Бог, он как будто так проверяет, а кто возьмется вот за таких детей, потому что мы, знаете, всегда есть искушение иметь такую команду, которая здоровая, крепкая, скажем, в пропорциях рук, ног, там, как говорится, и так далее, а вот Господь, он говорит, а кто вот за вот этих детей возьмется, это такие вот, и, значит, вот как раз идет такое пророчество о том, что кто возьмется вот за этих детей уродов, и в конечном итоге, значит, это как раз сестра мне пророчествовала, Даша, и, значит, и в этом сне, который она рассказывает, говорит, ты откликнулся, и вот как ты, Антонина, рассказываешь, что присутствие личности было, которому хотелось на голову, да, на плечо положить, прислониться, а, значит, а мне идет такое пророчество о том, что, вдруг, говорит, я вижу ангел-бабушка, и тебе, говорит, дан ангел-бабушка, и эта бабушка, говорит, она, говорит, это, помогает, ну, вот как вот, знаете, вот бабушки, мамы, они знают, как заворачивать ребенка, как, что дать, когда дать, и поэтому, говорит, не бойся, говорит, тебе вот высвобождены вот эти ангелы-бабушки, для того, чтобы эти, И она говорит и говорит, я просто плачу от той боли, от тех страданий, которые они переносят. И поэтому я чувствую такую накладку. Ты мне просто напомнила, вытащила. Это пророчество в 14-м году было. И кто знал, что такое все произойдет в духовном мире, как Наталья говорит о том, что идет духовная война. Потому что то, что мы видим здесь на земле, это происходит в духе, в небесах. И как Лестер сам пророчествовал о том, что именно в нашем регионе бывшего Советского Союза, вот именно наличие большого скопления ангелов и демонов. И кто думал, что вот это пророчество, оно таким образом проявится, мы увидим такую войну, такой накал обстановки, которого вообще не было в мире. И вот произошел такой определенный ответ, и ангелы высвобождены, как вот именно личность, о которой ты говоришь, Антонина, это скорее всего личность Иисуса Христа и ангелов по-любому. И вот поэтому вот сейчас будет какой-то вызов на все это, кого мы возьмем. Вот сегодня как раз тоже тут приютили двух инвалидов, один после инсульта, у другого там часть кости в тазу нет. Вот понимаете, как бы сказать, вот тоже у нас там некоторые, ну вот у нас типа реабилитационные центры, я сколько реабилитационными центрами занимался, у нас, как говорится, они отходят, и ребята, они здоровые, крепкие, они и работают, они там где-то что-то зарабатывают, и там ты просто не переживаешь. То есть, по сути дела, потом из этих реабилитационных центров стали уже рабочие центры появляться, потом уже, как говорится, друг друга иметь стали. Одни уходить, потому что научились работать, другие, наоборот, их использовать и так далее. А вот здесь, когда вот такие пришли, вот с них, ну вот как сказать, вот толку реально нету, они ни полы не могут помыть, потому что на костылях или там после инсульта вот брат пришел. И здесь ты, ну единственное, ты можешь просто дарить любовь и ухаживать, и ничего не требовать. И вот, вот что делать с такими? Но я почему за исцеление стал говорить, то есть опять поднимается. И я просто верю, как вот именно после Второй мировой войны вот это международное движение исцеления было, оно просто придет в этом пробуждении. И мы будем видеть эти чудеса не только в личной жизни, как мы в Евангелии читали, вера твоя спасла тебя, а именно это соединиться. Еще и еще раз говорю, вот именно как пробуждение внутри нас и для нас с пробуждением, которое внешнее, именно для других людей, чтобы видеть вот эти чудеса. Аминь просто, аминь. Поэтому, Господи, я вот молюсь, чтобы мы откликнулись, чтобы мы, Господи, не пропустили вот именно тех людей, которые, с которых просто вот нет выгоды. А вот тогда, когда мы начинаем об этом думать, о какой-то выгоде, о том, как, ну, центру хорошо будет. Вот тем более, вот, дорогие, вот недавно к нам, значит, приезжает семья одна благословенная. У них домашняя церковь, утренняя звезда, и за 100 километров они от нас. И они служили в одном реабилитационном центре от одной большой такой церкви, ну, как бы сказать, достаточно большой в нашем регионе, в столице Кузбасса. И у них поддержка есть иностранная. И, значит, и когда вот они стали к нам ездить, как-то вот им дорожку, ну, подзакрыли. А они служили в одном реабилитационном центре, и там, значит, один бизнесмен, он предоставил там дом, два этажа, и там их 25 человек было. И из них как раз вот были такие и пожилого возраста, и вот один мужчина-инвалид на коляске. И, значит, и этот дом вот недавно сгорел, дом недавно сгорел. И, слава богу, все остались живы, и вот они взяли вот этого парня на коляске. И, значит, а так как возможности дома, потому что там не одни, они живут еще там, ну, дети у них там, и старшие, они, ну, скажем, не выцерковленные, не все довольны там. Ну, у них, правда, и баня хорошая такая, как дом. И вот одно время там жили. И вот они, говорят, мы, говорят, начали с пастором разговаривать о том, чтобы, ведь кроме того, что есть своя недвижимость, большая церковь, я имею в виду как здание, и еще плюс загородные, там некоторые есть постройки, дома. И, говорит, так тяжело это все двигалось, и он не хотел, как бы сказать, поселить вот этого просто даже одного парня. Там они вот этих других как-то куда-то расселили, смогли именно по их инициативе. И они тогда уже, ну, получили в сердце, ну, давайте еще понастойчивее будем, и как бы никак не могли продвинуться в его сердце, и сказали, ну, ладно, будем, говорит, искать помощи у других церквей. Я уже посмотрел, у нас тоже там есть две комнаты для детского служения, вот сейчас вот этих тоже мужчин туда запустил. А так вообще, ну, вот на этой коляске парень уже думал, может быть, его еще брать. Ну, вот думки были, хотя возможности совершенно разные по сравнению с той церковью. И в конечном итоге вот это его как бы пробило, потому что ли стыдно стало, что вдруг какие-то другие церкви возьмутся за это. И как бы вот его взяли вот в этот загородный двухэтажный дом, где проходят вот семинары, проходят встречи, где, ну, скажем, собирается такая элита, вот так скажем. Вот как бы Господь, видимо, нас сегодня проверяет, а для чего вообще вот это все? Именно для, вот скажем, совершенствования обучения. А чему мы обучаем, чему мы учим, для чего совершенствуемся? И вот как раз вот этот вызов, вот почему, Антонина, я и говорю, вот именно для ущербных людей, для ущербных детей, от которых, как бы, скажем, вот нет той выгоды даже вот как вот с реабилитационных центров, когда наркоманы, алкоголики, они могут стать, но именно такими здоровыми личностями еще для кого-то делать деньги, не говоря там уже о себе. И поэтому Бог, вот он будет сегодня проверять. Вот когда я встречался с пастором с Украины, вот именно на нашей стороне, которые вот именно после 14-го года остались, я имею в виду, по территории. И вот он приезжал, как раз и говорил о том, что вот когда вот эти бомбежки начались, еще не было войны даже. Но там же, помните, войны не было, а уже из-за обстрелов там же со стороны России тоже далеко вот этот Донецк прошел, Луганск прошел. И там перемирие, помните, было, чтобы вот котлы в окружении, которые было, не разбомбить. И вот он говорит, что интересно, значит, на сегодняшний день на Донбассе до этого были большие церкви, богатые церкви были, и епископов много было. И, говорит, на сегодняшний день, говорит, все эти епископы, они остались на Западе, но не приняв вот именно такую пророссийскую позицию. И, значит, и сегодня, говорит, они там сидят, ну это вот несколько лет назад я с ним разговаривал, на первых рядах, как бы сказать, церквей нету, потому что остались здесь. Но что интересно, вот эти как бы небольшие маленькие церкви, на которых никто не смотрел, скажем, серьезно, они объединились вот именно в своей гуманитарной помощи, значит, и собирая и хлеб, и муку. Ну, в общем, ну, все такое необходимое для именно первой помощи жизни, и, как апостол Петр, говорит, благочестие. И, говорит, наши церкви, говорит, это стали наполняться и стали расти без всяких вот именно таких погон, превозношения. И все, говорит, так по-простому вот это все происходило. Ну, и, видимо, сейчас происходит это вот так все. И вот как раз тогда, когда настоящие пастыри стали познаваться вот в такой беде, которая происходит с их народом, которым некуда бежать. Ни в Америке места нет, ни на Западе, к примеру, там места нет, а вот именно, хотя, как нет. Сегодня мы опять же слышим, если ты начинаешь плохо говорить, к примеру, за Россию, и якобы просишь такого политического убежища. И вот каковы мотивы, потому что, с одной стороны, мотивы просто уехать, к примеру, в Америку. И много-много верующих людей уже туда уехало под масками того, что якобы религиозное давление такое получает. А на самом деле просто, ну, как бы жизнь устраивает. Я как бы сначала, вот у меня, ну, как бы сказать, не то, что огорчение в сердце было, а заметил, что как бы осуждение такое стало приходить. И вдруг я перед Господом встал, и у меня, знаете, что на сердце пришло? У меня на сердце пришло даже тот, кто уехал, убежал с неправильными мотивами туда, Бог их использует. Бог их использует для того, чтобы осаливать и Америку, осаливать Запад, евангелизировать, и для того, чтобы он их развернет. Потому что русские идут, было пророчество, помните, мы с вами на прошлой молитве говорили, русские идут, и поэтому как они идут? Вот так они по-разному идут, и каждый раз Господь по-разному всех использует. Точно так же, как и апостол Петр в свое время отвернулся, как эти сегодня, к примеру, где-то убежали. Поэтому никакого осуждения, никого судить не надо, потому что Господь все это развернет, перенаправит, и все равно все будет так, как он сказал, и будет в его пользу. Аминь. Аминь. Это просто вызов, вот опять к ущербности к этой вернемся. Но вот у меня еще вот этот владенец, маленький, первый, с одной стороны, вот когда ты, Антонина, говоришь, что он как приемный был, приемный. А вот посмотрите, а у меня сразу такое, исход 12 глава встала, где написано о том, что возьмите Агнеца и разбейтесь по семействам. И вот понимаете, Агнец, который показывал на Мессию, на будущую жертву Иисуса Христа, вот он тоже, скажем так, вот именно у меня ассоциация со словом приемный. То есть они приняли в дом на три дня, то есть это показывает как раз на Евангелии, три дня смерть, погребение и воскресение. И вот как раз вот именно сила от этого младенца, который родился, сын дан нам, да, и чтобы Бог был среди нас, Бог был всегда с нами. То есть вот у меня вот именно младенец, ну, показывает на нашего Мессию. И помните, как он сказал в Матфея 25 главе, вы, говорит, козлы, говорит, по левую сторону будут, а овцы по правую сторону. А почему, говорит? А потому что, говорит, я стучался, вы не пустили меня. Я там сидел, милостыню просил, вы не подали мне в тюрьме сидел, вы не заметили меня. Поэтому наступает время, когда Господь будет проверять нас, потому что среди вот этих ущербных детей или вот этих бабушек, дедушек, вот этих героев и так далее, будет обязательно вот этот младенец Иисус Христос, которого вот именно те, которых Господь назовет козлами, они его пропустят. Поэтому, дорогой наш Господь, сделай наше сердце не для выгоды, Господи, сделай наше сердце чувствительное, чтобы мы, Господи, всегда были готовы открыть нашу дверь, наши руки, Господь. И даже тогда, когда мы говорим, что нам нечем помочь, как раз этот сон говорит о том, что я сверхъестественно буду помогать через тебя кормить других людей. Потому что, как Иисус Христос сказал ученикам, разве вам недостаточно было, когда они спросили, а хватит ли нам вот столько-то динариев для того, чтобы купить хлеб и накормить вот этих людей, которые хотели есть. Он говорит, разве для вас не было вот именно уроком, что, говорит, через пять хлебов и две рыбки я уже накормил пять тысяч, потом он накормил четыре тысячи. Поэтому, Господи, мы вот молимся всегда за исцеление, за чудеса, Господи. И не понимаем, что вот именно не всегда мотивы наши или некоторых людей или в какое-то время у нас не совсем правильные. Потому что ты Евангелие привязываешь вот именно к практической деятельности, к практике вот именно тогда, когда это нужно. Потому что не нужно сейчас молиться, допустим, за, как вот Людмила говорила, все есть, благодарить Господа надо. Хлеб есть, покушать есть, попить есть. Вот когда вот это есть, тогда не нужно это чудо, потому что в этом уже есть чудо. Но тогда, когда вот именно ты обращаешься, находясь в других людях, которые были показаны в этом сне, в этих видениях, пророчествах Господи. Вот здесь, Боже, нам надо просто открыться, потому что придет обеспечение. Поэтому мы благодарим Тебя, Господи, за это ободрение, потому что Ты во всем этом меняешь нас. И через нас, Господи, будешь благословлять и менять, Господи, людей, которые пришли, и бабушек, и дедушек, и вот этих ущербных детей во имя Иисуса Христа. А через это мы просто вот делаем прием, мы принимаем Тебя, Иисус Христос, как вот этого младенца, дорогой наш Господь. Потому что мы привыкли, что от Тебя что-то берем, как будто вот именно Ты только в ожидании того, чтобы нам помочь. А ведь Ты, Господь, показал, что на кресте Ты просто кричал, я хочу пить. И Ты, Господи, открыл, что Ты хотел. Ты просто хотел пить нас, хотел вот именно вот эту чистую воду, Господи, Аллилое, получить. А Тебе предложили вот этот уксус, как мы уже говорили о том, что вот именно уксус наших грехов, и мы были для Тебя невкусны, а Ты так хотел пить. И так же, как Ты, Господи, сказал вот именно у колодца с самарянкой, что я хочу есть. Потому что ученики Тебе принесли пищу, а Ты сказала, я уже не голоден, потому что вот моя пища, творить волю Отца Моего Небесного, которую мы увидели, что этой пищей было спасение самарянки, а потом через нее целого города. И вот как Антонина рассказывала этот сон, что приняв одного младенца, которым оказался Ты, в конечном итоге, потом уже самарянка начала свидетельствовать и привела к Тебе, Иисус Христос, весь город. Точно так же и вот эти военные люди, бабушки, дедушки стали кормить сами вот этих младенцев. Так и будет. Точно так же, Господи, как вот у меня возникал вопрос, а вдруг вот так же вот придет вот такое чудо, когда у первоапостольской церкви в один день пять тысяч человек пришло, потом четыре тысячи человек пришло. И Ты, Господи, открыл, как мы сможем организовать это все, потому что у этих пяти тысяч есть свои дома, либо они снимают эти дома, и мы везде через них можем вот именно проводить вот эти служения и исполнять волю Твою, дорогой наш Господь. Спасибо Тебе, Боже мой, за это. Поэтому мы благодарим Тебя и помоги нам иметь правильное сердце и быть готовыми, Господи, для вот этого чуда, для приема людей, для исцеления, Господи, для обеспечения во имя Иисуса Христа. Потому что, Господи, там, где Ты младенец, там, где Ты младенец, там всегда есть благословение золота, ладана и смирно. И тогда, когда есть этот баланс, когда ладан, который лежал на двенадцати хлебах в скине Господней в святилище, что показывало на служение, то тогда, Господи, приходит обязательно золото для того, чтобы поддержать это служение. А тогда, когда смирно, Господи, присутствует служение, это тогда, когда она приготовляется для того, чтобы хоронить мертвых, то, Господи, через это показывая, что, как апостол Павел сказал, я каждый день умираю, и уже не я живу, а живет во мне Христос, то тогда есть баланс между вот этими подарками, которые принесли мудрецы не золото на первом месте, не лжесмирение, как смирно, а именно служение ладана, которое на хлебе для того, чтобы он не портился в скине, Господи, в нашем служении. И тогда я просто благодарю Тебя, Господь, у нас не будет ущербности, недостатка в золоте и в смирне, дорогой наш Господь, и в служении вот именно вот этого непосредственно ладана. Поэтому, Господи, благодарим Тебя и благословляем, Господи, Твое благословенное имя, в которое мы прячемся, как в крепкую башню, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, аминь. Аминь, аллилуйя. Аллилуйя, аминь, аминь. Супер, это просто вообще. Аминь, а я вам тоже хочу момент рассказать, я, наверное, Наташа тебе не рассказывала, но не помню. Я, когда работала соцработником, и я шла, обслуживала бабушку там в Екатеринбурге, и возле одного дома я получила откровение, что у тебя будет твой дом милосердия. Я говорю, Господи, откуда? Ну, не милосердие для пожилых людей. Я говорю, Господи, у меня даже образования нет, у меня только средние, ну, 10 классов. И говорю, если это от Тебя, Господь, то Ты повтори. Ну, то есть, их спустя недели две на этом же месте приходит то же слово. Я была так удивлена, говорю, Господь, аминь. Ну, мне хотелось бы, как бы, получить какое-то образование. Ну, знаете, чтобы организовать такое служение, работу такую, ну, надо для этого все равно какие-то иметь корочки. И буквально через две недели мне, а было мне 48 лет, мне заведующая предлагает, Людмила, будешь учиться? Вот у нас тут ты без образования, тебе могут снизить категорию, зарплата упадет в техникуме юридическом, ну, в Челябинске. Я сказала, да, буду. И я, понимаете, поступила, я закончила за два года это заочное отделение, я училась с Богом. Я была так благословлена тем, что я увидела, у меня потенциал, я могу в группе сдавать экзамены лучше, ну, почти, ну, лучше всех там, на одной из первых. Всегда на первых, всегда на экзамен первая шла, все остальные за мной садились, потому что знали, Люда не списывает, Люда шпаргалки не берет и садится прямо пред преподавателем. И вот тогда, я помню, это было, ну, как-то, ну, за годы уже, ну, сколько прошло, 15, там, больше лет. И кто знает, может, действительно Бог к этому времени и подготовил, и вот это дал, вот это откровение. Поэтому рука, Богу все возможно, и Он может употреблять нас там, где Он желает. Аминь. Аминь. Аминь, да. А вы мне напомнили, а, ну, да, говорите, потом я. Да, я, собственно, ну, я, как скажу, что мы иногда думаем, что это может быть сложно в какой-то организации. На самом деле, если вот Бог толкнет, то толкнет, а Он уже, видишь, Людмила, толкает. Потому что я вот знаю некоторых вот сестер, которые вот реабилитационный центр у нас прошли, а потом вот приезжаю, узнаю, а они вот начали вот именно работу вот с теми, которые документы, ну, бомжами, короче, документы потеряли, что-то потеряли. И, тем более, вот где-то в церквях что-то вот такое находится, где вот такие, ну, приемники, что ли, вот такие есть, либо в городе. И в конечном итоге, потом я одну сестру слушал, она вообще позавидовала и говорит, смотри, говорит, вот она там документы это делает, там с пенсией, вот это все, там это что-то приходит, и у ней там какие-то деньги есть. То есть, вот понимаете, все равно, вот как бы сказать, это, конечно же, труд, и они соединяются с работниками социальной защиты в администрации. И те тоже вот им двери вот это открывают. Поэтому, в принципе, это сделать, ну, как бы сказать, ну, возможно, но это, если ты работала, конечно, это же труд большой. И некоторые, ну, реально, с неправильными такими мотивами начинают вот именно пенсию считать и так далее считать. То есть, ну, вот как бы, ну, это без таких людей все равно не обойдемся. Поэтому, в конечном итоге, Господи, мы молимся, чтобы вот это служение, оно открывалось, потому что сегодня, ну, если церковь не возьмется, если вот такие люди, которые плачут вот за таких людей, как вот во сне за таких детей, то тогда они попадут совершенно в другие руки, как мы сегодня видим, как они остаются без домов, без квартир, становятся бомжами и в конечном итоге просто погибают. Ну, так, да, да, Наталья. Да, просто напомнили один моментик из жизни моей, уже, значит, умер муж. Вот, мне врачи сказали, ночных смен нельзя, я на инвалидности третьей группе была, ночные смены нельзя, физическая нагрузка нельзя. Со мной тогда была дочка, она похороны приехала из Ивановской области, ее муж, они в то время уже переехали из Мурманска в Ивановскую область. И, значит, деньги, которые, и они же не работают, она с маленьким ребенком, вот, он приехал, не работает. То есть мы съели все деньги, которые у меня были, вот. И мне предложили, значит, вот сторожем быть в кинотеатре, это где здание церкви были, ночные смены, вот. И за ночь убирать кинотеатр, физическая нагрузка, то есть абсолютно все наоборот, за 200 рублей тогда. Вот, я согласилась. И вот настал момент, когда я реально нахожусь, значит, на работе ночью, я понимаю, что сейчас проснутся они с маленьким ребенком, а у нас даже сахара нет, заварки нет, ну ничего нету. Я встала на колени, помолилась, вот Бог, Он обеспечит своих детей, правильно вы говорите. Вот, и я попросила у него накорми, просто. Приехала, пришла домой с работы, рано утром еще они спят. Вот, звонок в дверь, я открываю, стоит мальчик с церкви, вот, сын одной сестры. И у него в руках две огромные сумки. И он передает их мне, это вам вот мама передала. А я убежал. Ну, думаю, наверное, дочка, она знает, что это. Я не лезла в сумки, я оставила в прихожке, пошла спать. Просыпаюсь, она мне задает вопрос, а что это за сумки? Я говорю, я не знаю, я думала тебе. Мы открываем, а там полные продуктов. Вот, готовь первое, второе, третье, десерт, то есть абсолютно все Бог вот таким образом передал. Поэтому я и говорю, что действительно обеспечение, оно будет. Нам просто нужно вот действительно верить в эти чудеса. Они настолько реальны. Сказать, что вот у меня тогда вера такая, видимо, была. Я не могу этого сказать. Я просто попросила его накормить. Вот, а потом там работа взять, устроиться на работу. И еще год они были там со мной, а потом мы уехали оттуда. Вот такие дела. Аминь, аминь. И вот, как Людмила сказала, за все, за все благодарить, благодарить. Вот у меня просто вот сегодня тоже такая вот рука Господа. Вот я вот с тем связываю, что ты, Наталья, говоришь, как будто, ну, просто попросила, и веры нет. А у меня как раз жену в субботу встречал. Надо было ехать в аэропорт. Вот, и посмотрел, вообще в шести утра снег должен был быть. А у меня летние колеса. Денег нет на зимнюю. А, и думаю, не поменять. Но думаю, Господи, вот именно вот суббота снег. Вот именно вот встреча именно в это. Ну, в общем, помолился я о том, чтобы снега не было. Что, как приедем, так, значит, и все это уйдет. И просто, вот знаете, такой, ну, реальный мир, такая, мир, вера такая была. Температура минусовая была. Но снега не было. Вот утром в пять утра поехал. Ну, значит, ну, водители знают, что при нулевой температуре они, летние колеса, они уже дубеют. Ну, то, что снега нет, ну, как бы нормально. И доехал я. А приезжая в аэропорт, там, значит, как-то вот жена пробилась, написала. Говорит, летаем над Кемерово. Говорит, сесть не можем там, говорит, это как раз сильный ветер. Значит, там какая-то полоса ремонт делает. Поэтому будем до рассвета, говорит, над Кемеровым кружить. И вот они там прокружили где-то, ну, час я ее ждал. Ветрюга поднялся и думал, Господи, и вот ветер останавливал. И в конечном итоге, слава Богу, в общем, все хорошо сели уже. Жена, говорит, там девушка 18 лет так плакала, там, говорит, крылья так тряслись, говорит, от этого ветра переживала. Парень даже, говорит, ее успокаивать не стал, видимо, сам напугался. Ну, и вот и мы как бы выезжаем. Думаю, слава Богу, снега нет, на целый час задержались. И 25 километров до дома остается, и все. А там у нас это снег, поземка, как пошла. Смотрю, машина в кювет одна вылетела. Потом уже по новостям говорят, там, до сотни случаев только за сутки. Такая, ну, вот потихоньку 60, 70, 25 километров еду. Потом еле в горку поднялся и машину стало заносить. Вот просто вот как корова на льду. Ну, слава Богу, доехали. Вот, благодарю Господа. Потом, значит, это, помолились в воскресенье, чтобы деньги пришли на зимние колеса. Дорогие, пришли. Поехал сегодня за колесами. Говорю, Господи, дай плюсовую температуру, чтобы на этой же машине доехать. Доехал, значит, взял четыре колеса. Ну, и там не так далеко церковь у нас. Думаю, дай-ка я в церкви попробую это все заменить. В церковь приезжаю, смотрю, одно колесо это сдувается, порез там. Думаю, слава Богу, до дома не поехал. А вот именно в церковь поехал. Была возможность просто вернуться, колесо поменять, потому что там уже, как бы сказать, переобулся бы, не заметил. Потом, ну, уж как бы не доказать, что ты колесо не целое взял. И думал, Господи, и здесь твоя рука. И вот, знаете, вот такие мелочи. Я просто вспоминаю, как раньше мы пришли к Господу, и мы верили за чудеса не только в исцеление, а реально просто говорили об этих чудесах. И люди хорошие попадались, учителя-наставники, которые говорили именно в бытовых условиях. Вот именно там, где помолился, как Антонина говорит, чтоб сон пришел, сон пришел. Как ты, Наталья, рассказываешь, вроде бы как бы особо не верил, просто попросил, когда ты с Господом живешь. Суп не знаешь, как готовить. Вот мы студентами были, помолился, раз, 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 там, просто чувствование приходит. И так же здесь, начиная колеса менять, а оказывается ездил с домкратом сломанным. Не могу эту машину поднять. Господи, говорю, ну мне надо поменять уже, говорю, два колеса открутил, теперь как уже? Одно, как-то вытаскивать это все надо. В гараже там нахожу домкрат, целый один. Думаю, господи, вот остался же откуда-то, снял, заменил. Короче, в конечном итоге все успел, все сделал. И вот я, когда вот Людмила говорит, за все благодарить, вот мне пришло видеть его во всех мелочах. Потому что кому-то начнешь рассказывать вот это, и как, да, это со мной бывало, и там это, да подумаешь, там порез. У меня такой, нет, мы отличаемся тем, что мы за все благодарим Господа. Потому что вот именно вот в каждой, я просто заметил его руку, как будто он тебя носом ткнул, здесь подсказал, здесь ты мог не заметить. Я раз, знаете, у меня какая молитва была, когда студентом был, там была возможность же на подработке разное устроиться. Пока ты учишься, молитвенная школа идет. И я напомню, а у меня отец газоэлектросварщик был такого, ну, такого мощного, высокого, ну, высшего разряда, плюс печать своя такая была. И я как-то вот, ну, будучи рядом с отцом, ну, как бы не перенял вот это все. Ну, и не думал, что сварщиком буду, как-то я по институтам пошел. И вот, а когда вот такая, ну, скажем, жизнь, вот она пришла, вот именно где-то подработать, ты не можешь на основную работу по специальности устроиться, потому что школы, недоработы, только подработки и так далее. И вот у меня такая молитва была, господи, ну, вот дурак я такой, говорю, ну, вот так получилось, что я вот там вот проворонил в молодости, мог с отцом вот сварщиком, тем более работу сейчас, подработку именно сварщиком предлагают. Там заработная плата совершенно другая, чем сторожем в школе или кочегаром вот я подрабатывал там, или какие-то тапки носил, продавал продукты и так далее. Ну, вот как студенты они жили. И вот, вот просто вот так. И я просто такое получил. Но если я реально, как бы на тот момент пропустил, неужели меня Господь оставит сегодня, когда я к Нему пришел? И Господь не оставил. Поэтому вот все наши, как бы сказать, вот именно проигрыши, которые у нас до этого были, ведь Бог вот он берет немудрое миро сего для того, чтобы посрамить мудрое, для того, чтобы в конечном итоге показать, что я в твоей жизни, господин, я в твоей жизни правлю, я твой папа, и я переживаю за тебя, даже если ты где-то там до этого, как тебе кажется, не там прошел. А может быть, там и шел, а сегодня начинаешь сожалеть о том, о чем сожалеть не надо. Поэтому вот в каждой мелочи, тем более пророк Иеремия говорит в 15 главе, научитесь извлекать из ничтожного драгоценное, и тогда у нас всегда будет сердце благодарное. Это самое главное молитву. Вот сегодня вечером молились там в церкви, и у нас новенький мужчина пришел и говорит, ну давай теперь ты молись, и он говорит, а что я, за что я могу помолиться, я так рад, что вот вы, вот я нашел вас, так долго я вас искал, я просто благодарю за все Господа, и вот у него там благодарю, там благодарю, и вот эти благодарения, и я вот сегодня вот так все это соединяю, и самая лучшая молитва это благодарение, тем более ты, Наталья, также об этом сказала, то есть такую сильную вещь о том, что мы вот как раз в молитве благодарим уже за то, что все исполнилось, потому что если мы вводимся в духе, духом ведемся, то, как ты сказала, все молитвы тогда, они инициированы духом святым, а если они инициированы духом святым, они, значит, у них единственная, единственный финиш, это ответы на молитву, по-другому быть не может рано или поздно. Слава тебе, Господь, за все тебя благодарим. Аминь. 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 Слава Иисусу. Слава Богу, что я подключила телеграм и смогла с вами поучаствовать. И за это благодарю. И за это, да. Да, за все, за поддержку, за все, за финансовое, за молитвенную, за то, что мы есть друг у друга, за все. Благодарю, спасибо вам, драгоценная. Спасибо вам, Ярослава Валентиновича, драгоценная брата. Наталья, спасибо всем. Привет, Света, Олег, всем, всем, любим вас, молимся за вас. Спасибо. Татьяна, Антонина, Людмила, Наталья. Обнимаю всех с Богом. С Божьим вам откровений во сне. Аминь принимаю. Принимаю. Аминь. С Господа. Аминь. Слава Богу.